Гапоне, литературная газета. Главная статья 2015 год номер 6. 6496. 11 февраля 2015 года. Гапоне, Гапоне. Гапоне отрывки из романа «Литература». Портфель Ольга Казаков Валерий. Игорь Хайков, Белоруссия. Чужие здесь не ходят. Ну, что ты думаешь? Ну, что? Поздно уже пятится. Красиво же начал, ну, согласись, красиво. Минус лобастый и стриженный мужчина, невеличкого роста остановился перед замершим в ступоре песняром. Новенький костюм, белоснежная сорочка, правильно повязанный галстук сидели на служителе мус вполне прилично, но как-то не совсем естественно. Чувствовалось, что до недавнего времени подобным нарядом он пользовался крайне редко. Костюм стеснял движение, галстук душил, а узкие модельные туфли больно давили на мозоли. Настроение было паршивое, хотелось всех послать и запить дней на пять. Ну, зачем мне все это надо, я же почти старик. Какие выборы? Зря я их всех послушал, зря. Павла, кончай дурить, только ты его сможешь свалить. Кроме тебя некому, минус лобастый говорит так уверенно, что ему не хочешь, а поверишь. Смотри, смотри, вот рейтинг твоей компании, минус ты колон пальцем в какие-то листы, лежавший на столе. За неделю 12% в плюсе, и это не высосанные из пальца цифры твоих конкурентов. Они еще и чухнуться не успели, а ты уже народный трибун и защитник. Какую ты себе классную придумку сделал, истинно превыше всего. Фиг бы кто кроме тебя до этого додумался. Перестань киснуть, еще немножко, и все, ты, президент. Главное, момент, момент, главное. Народ от него уже устал, устал. Не могу я, Вася, собраться, какие-то страхи меня обуревают. Понимаешь, боюсь опозориться прилюдно. Я же песняр, понимаешь, песняр. Мне никак нельзя лажануться, я же голос народа. Если завалюсь, как я ему в глаза глядеть буду? Кому? Минус искренне удивился собеседник. Народу, кому же еще? Да пошел ты. У тебя что, в самом деле, крыша поехала или ты гусей гонишь? Минус все внутри у лысого колокотала. Будовые кулаки непроизвольно сжимались и разжемались. Со стороны казалось, что он разминает свои ручища, чтобы придушить этого странного человека. Злость как быстро нахлынула, так же быстро и ушла. Ставки уже сделаны, и что-то менять поздно, надо работать с тем, что есть. Стараясь говорить как можно непринужденнее, он продолжил. Спору нет, ты человек известный, для кого-то ты действительно кумир, никто у тебя это кумирство не отнимает. Наоборот, его только укрепляют, переводят на новые высоты. «Понимаешь? Какие страхи! Ты что, девственница? Все, шаг сделал, и назад дороги уже нет. Только вперед, понимаешь, вперед!» Минус растягивая слоги, громко, как для слабоумного, повторил Василий. «Вот если ты сейчас откажешься, тогда твоя звезда точно закатится навсегда!» Говорившись, засновал по комнате, стараясь не цепляться за примитивную гостиничную мебель. Главное, ты всех подставишь. Минус, остановившись напротив Творца, он как пистолетом ткнул ему в грудь пальцем. Минус, на тебя сотни людей работают, под обещанные авансы работают, но тебе верят. Кто-то надеется заработать, кто-то уверен в твоей правоте и успехе. А деньги, деньги доноры только под тебя дадут. «У меня уже и договоренности есть. Понимаешь, и давать они будут только под тебя?» Минус он раздосадованно махнул рукой, подошел к столику, взял стакан, достал из своего портфеля начатую бутылку ирландского виски, налил добрую половину стакана, поболтал янтарный напиток и большими глотками выпил. Убрав бутылку, он еще со стаканом в руках повернулся к притихшему Павлу. На него в упор смотрели глаза, переполненные какой-то нелюдской тоской. Казалось, зрачки вылезли из орбиты и живут своей отдельно от хозяина жизнью. Они цепко впились в одну точку и остекленели. Точкой этой являлся стакан. Василий Владимирович повел рукой в сторону, глаза бессознательно ползли следом, переместил стеклянный цилиндр выше, и бесцветные пятна поднялись выше. Укоризненно покачав головой, он поставил стакан на стол. И это будущий вождь нации. Минус ему захотелось резко развернуться и запустить этот стакан в лосеющий череп. Подавив в себе омерзение, раздосадованный господин обернулся, подошел к полностью раздавленному человеку, присел на подлокотник кресла и сочувствующе обнял. «Нельзя, понимаешь, тебе сейчас нельзя, не маленький ведь. Потерпи, в выборах время пули летит. Выпьем мы еще с тобой за нашу победу. Обязательно выпьем, а сейчас пускай-ка отвезут тебя домой. Ты просто устал. Поспи, а утром насмотрины. Я уеду сегодня вечерним поездом, а ты завтра улетишь семичасовым самолетом. В аэропорту тебя встретят, привезут на одну энергетическую квартиру, все еще раз обсудим, и вперед по большим кабинетам. Не кисни, Павла». Минус он хлопнул Барда по плечу, одернул пиджак, поднял портфель и добавил, «Минус главное, помни, для твоего окружения, для всех, включая жену, меня рядом с тобой нет и никогда не было. Мы вообще с тобой едва знакомы. Понимаешь, это не моя прихоть, это закон жены Цезаря. В нашем случае цезаревская женка, это ты. Что бы ни произошло, ты всегда должен оставаться вне всяких подозрений. Мои грехи тебе ни к чему. Ты у нас чистый, независимый и насквозь народный». Василий осторожно выглянул в коридор дешевой гостиницы, убедился, что он пуст, обернулся и спокойно произнес, «Минус все, пока, до встречи в столице». По коридору он прошел на пожарную лестницу, не спеша спустился на первый этаж и через служебный выход вышел во двор. Немного постоял, проверяя, нет ли за ним наблюдения, и торопливым шагом запетлял дворами слабо освещенного микрорайона. «Неужели я ошибся в этом песеннике комсомола?» «Неплохо же начал». Минус неторопливо рассуждал умудренный, как ему казалось, политик, прошедший огонь, и воду, и медные трубы, и много еще чего. Мне бы кто так помогал в свое время? Ну, ничего не поделаешь, раз уж связался, придется тянуть эту лямку до конца. Тяжело понять людей с бзиком в голове. Казалось бы, еще до всех этих выборных заморочек набрал вполне солидный рейтинг. И вот, на тебе, на ровном месте запсиховал. Слюнтяй. А ведь ляг правильно карта, подсоби за кордонные наблюдатели, его могут и выбрать, вот так, на дурника. Эх, Вася, Вася, минус перебил он самого себя, минус ты хоть себя-то не смеши. Как и кого выбрать? Уймись. Сколько их там уже заявилось в кандидаты? А дуреть? Пятнадцать человек. Комедия будет, а не волеизъявление народа. Слава богу, что сам в стороне. Вуз спешил на встречу, которая должна была пройти в одном посольстве, люди обещали спрети серьезные. Его точил один единственный вопрос, с чего это они меня на эти посиделки тащат? Я вроде и не при делах, так, стою в себе над схваткой и извлекаю чужие ошибки на будущее. Странно. Прошлый раз все эти орехи, Адамы и Курты в один голос кричали, что я московский ставленник, ренегат и ярый враг Запада. А сегодня, видите ли, Василий Вуз вам потребовался, припекло, наверное. Схожу, увижу, хотя все это порядком поднадоело, а бросить уже нельзя, раздавит. В условленном месте у одного из супермаркетов он подошел к машине с дип-номерами. Его ждали, а глядевшись, Вуз нырнул на заднее сидение, захлопнув тонированную дверцу. Через минут двадцать его уже провели в уютную комнату, где у камина за полукруглым столиком в казенных кожаных креслах сидели четыре человека. Двоих он знал, Эрика Эркина и она созрал Диса. Поздоровавшись, Эрик на правах хозяина представил остальных. Это первый секретарь Генрих Койзер, а это особый поверенный Вацлав Шпильский. А это, господа, небезызвестный вам господин Василий Вуз. Прошу, присаживайтесь, и давайте сразу перейдем к деловой части нашей встречи. Насколько мне известно, господин Вуз спешит, у него до поезда, минус Эрик, подслеповато сощурившись, глянул на часы, минус осталось три с небольшим часа. Я прав. Интересно, кто же это ему уже успел стукануть, не иначе как песенник. Да, где-то так, минус стараюсь не показать удивление, ответил Вуз. Еле Винни возражает, то я начну, минус отставив чашку, произнес Койзер. Василий, вы кто в убеждении, демократ, либераль, мне кажется, большой роли это в нашей стране не играет, у нас а что демократ, что либерал, что гомосексуалист, все единое звучит как ругательство. Я демократ, крепкий социал-демократ, а главное, я непримиримый борец с режимом, и это уже доказал делами. Хорошо, вы так не надо вольноваться. Мы вам верим, или этой встрече не бельби. Вы взяли на себя ролл главный модератор, этот выбор, я вас правильно понял. Да нет. Минус готовый действительно взорваться, с нетерпением возразил Василий Владимирович, минус ничего я на себя не брал. Просто, проанализировав ситуацию, я и мои друзья пришли к выводу, что у оппозиции есть шанс расшатать устои этого государства и сделать хороший замес на будущее. Можно меня и модератором обозвать, значение этого слова у нас все равно мало кто поймет. Ваши друзья, минус вмешался поляк, минус они живут в Москве. Да почему же в Москве? И в Варшаве тоже, и в Бонне, и в Вашингтоне. Я знаю и неоднократно встречался с вашими министрами иностранных дел, руководством, вы это не хуже моего знаете. Господа, чего вы от меня хотите? Признание, что я русский агент влияния. Так нет. Минус он на минуту замолчал, как бы давая окружающим понять, что внутри у него давно накипело, и излишняя подозрительность раздражает. Минус, но если завтра некто с Востока через меня предложит моим людям поддержку и финансы, я не откажусь. И угрызения совести мучить меня не будут. Да и вы, я уверен, одобрите мои действия. Если уже имперские люди решат нам помочь, пусть даже без соизволения своего босса, то наш общий с вами друг достал всех. Время сменилось, и восточный вектор сегодня необходимо уже учитывать. Обиженные друзья, самые опасные из всех врагов, и нам этим необходимо воспользоваться. Такой ныне расклад, и упускать момент обострения отношений между братьями мы попросту не имеем права. Такое стечение обстоятельств, господа, согласитесь, дорогого стоит. Шутка ли, мы, минус вуз повел рукой, минус все вместе временно обретаем, такого мощного союзника в борьбе с тиранией, как старший брат, это ли неудача? Или я не прав? Где-то вы прав, но мы жаждем иметь гарантии вашей лояльности с западу. Вы понимаете? Все я понимаю, минус горлу подступил комок обиды, минус понимаешь, тут почти в одиночку бьешься с бесами, да еще с какими. А вам второй десяток лет все лояльность нужна. Ищите вы мою лояльность сами. Не клеится у нас что-то разговор, минус вуз демонстративно надулся и пододвинул к себе чашку с чаем. Василий, минус примирительно положив ему на колено руку, произнес Эрик. Все хорошо, мы тебя понимаем и ценим, иначе и быть не может. Особенно наше руководство оценило твою личную инициативу по координации нынешней компании. Мы даже где-то в общих чертах понимаем ее мотивацию. С примерной массой нашего участия боссы уже определились, дорабатываются некоторые детали передвижения денег через границу. Боюсь, без конспирации здесь не обойтись, да вам и не впервой. Деньги вы получите, и не только вы со своим протеже, но и все другие кандидаты. Зачем? Это нерационально, распылим. Хорошо, что распылим, минус перебил его прибалт, минус чем больше кандидатов, тем больше пристрастий, тем больше интересов общества затронем, тем меньше проголосует за диктатора. Здесь простая арифметика. Если суммарно на нашей стороне получится хотя бы процентов 30, это уже будет победа. Вы правильно сказали про замесь на будущее, так давайте его вместе и месить. Тоже мне, учитель хренов нашелся, минус про себя чертыхнулся Василий, минус мне только мозги лечить не надо. Сегодня и дурак понимает, чем больше распыл средств, тем удобнее кураторам грантов денежки тырить. Ну и черт с вами. У вас своя свадьба, у нас, своя. И вслух добавил, минус смотрите, вам виднее, мы сегодня любой копейки рады. Да и главное, не только и столько деньги, сколько единство ваших стран в оценке ситуации в Беларуси. Ну что же, господа, думаю, для первой встречи достаточно. Не будем терзать и без того уставшего человека, минус вставая, произнес Эрик, минус можно подвести промежуточный итог. Мы уже многое сделали по координации своих действий и по подготовке конкретной помощи истинным борцам за будущей Синеокой. Итак, в итоге, продолжаем плотно сотрудничать. Деньги не концентрируются на каком-то одном кандидате, однако при ровности всех приоритетными остаются Павел Федорович, Сергей Сальчик и Николай Сагута. Доставка денег больше частью ложится на местных курьеров, дипломатические каналы задействуются только в неотложных случаях. И еще мы продолжаем конструкцию.